Добрый день! Я Александра Захарчук. Лоскутное шитье стало смыслом моей жизни. Очень много приходится чертить и чертить руками я не люблю. Я пользуюсь программой, которую знаю давно. Программа называется Автокад. Сегодня у меня установлена Автокад 2007. Руссифицированный. И когда программа открыта, она всегда имеет черный интерфейс. Я забыла сказать, что начинаю этим уроком небольшой курс по программе Автокад и Спэтчверк. Многие работают в Корреле. Любая чертежная рисовальная программа поможет вам строить блоки и полностью проекты. Я работаю с программой Автокад. Мне она нравится. Опять. Интерфейс при открытии новой программы всегда черный. По умолчанию. Идем в нижнее меню. Вот оно, называется это меню области правления. На привязках правой кнопкой мыши вызываем меню. Настройки. Запоминаем. Левая кнопка мыши для захвата инструментов, окончания действий и прочее. Правая кнопка мыши всегда для вызова какого-то меню. В появившемся меню есть меню еще настройки. Открываем эти настройки. Экран. Цвет. И вот здесь в окошке меняем на белый. В образце мы уже видим, что экран приобретает белый цвет. Применяем. Ок. Ок. Дальше. Что на экране? На экране всегда есть оси координат. Я не люблю этот звучечек. Я его всегда убираю. Захожу в меню вид. Отображение. Знаки. И выключаю. Теперь поговорим о самом программе. Внизу находится, как я уже говорила, область управления. Также внизу находится командное меню. То есть здесь можно видеть все действия, которые вы делаете в данный момент в программе. И подсказки, что дальше делать. Кто не знаком с программой, это очень удобная вещь, потому что на данном этапе она мне пишет команда. То есть она ждет любую команду, которую я сделаю. Программа ждет. Дальше. С правой стороны и с левой стороны, то есть наоборот, с правой стороны и с левой стороны, а также сверху у нас находятся разного рода менюшки. Они у нас, можно перестаивать их в любой момент, в любое место. Захватив за вот эти две палочки, мы можем оторвать меню. Захватив за синее поле, поставить его в любое место нашей программы, где вам заблагорассудится. Как вам будет все. В данном случае я люблю, чтобы меню, вот эта вот менюшка идет с линиями. Мы видим линия, прямая, многоугольники и так далее. Меню называется рисование или черчение. Оно находится также сверху, в выпадающем меню. И вот это меню, которое называется меню изменения свойств. Оно тоже есть сверху, поискать надо, не буду этим заниматься. Изменения, вот, извините, видите, вот оно. Я люблю, когда эти две менюшки находятся рядом, поэтому я отрываю. Видите, хватаю за синее поле и веду в сторону. И видите, появился такой вот пунктирчик вертикальный. Вставлю. Вставлю. Моя программа, мое меню стало рядышком с меню изменения свойств, стало с меню линии. Отлично. Так, мне не хватает еще одного меню. Они не все здесь расположены на полях. Вот есть меню такое размер. Его можно вызвать. Как мы это делаем? На сером фоне, правой кнопкой мыши, Акад и мы видим все меню, которые можно поставить на рабочий стол. Все вставить не нужно, не имеет смысла. Я беру меню размер и он, размерчик, мне сразу выскакивает. Хочу его поставить сразу за стилем, сразу за стилем. Вот установила. Отлично. Вот такое расположение меня вполне устроит. Сегодня мы верхним меню пользоваться не будем, будем работать только с некоторыми инструментами в левой области нашего экрана. Еще одну настройку мы должны сделать. Находится она в области управления. Это привязки. В привязках мы должны поставить привязки. Настройка. Мы уже тут были, но пошли дальше. А теперь остановимся прямо в первом режиме. И контрольная точка у нас есть. Середина, центр, узел. Можно пересечение, можно продолжение. Я так думаю, дальше больше привязок не надо брать. Ок. Можно запустить, если вас это интересует. То есть утопить. Видите, вот если оно не утоплено, привязки не будут показаны. Вернее, будут работать, но не так. Объективная привязка будет работать, когда меню утоплено. Хорошо. Основные настройки для начала сегодняшнего занятия мы сделали. Теперь мышкой. Я работаю все время левой кнопкой мыши. Щелчок – это левая кнопка мыши. Если мне надо вызвать какое-то меню внутреннее, я еще раз повторяю. Правая кнопка мыши. Итак, берем линию. Ставлю точку. Щелчок мыши. Я зафиксировала точку и веду ее в любом направлении. Щелчок мыши. Она у меня построена. Чтобы закончить линию наше построение, я нажимаю правую кнопку мыши. Называю меню. Enter. Все. Построение закончено. Также это можно сделать на клавиатуре. Я в основном работаю на клавиатуре. Ну, посмотрим. Теперь я хочу выделить какие-то части объекта. Есть такой инструмент выделения. Выделить можно, нажав на каждую линию, допустим, вот так, и назначить уделить на клавиатуре. То есть удалить. Вернуть действие можно с помощью вот этих стрелочек. Вправо-влево, видите, возврат последнего действия или возврат нескольких действий. Выделить также можно, зажав левой кнопкой мыши курсор и протянув зеленую вот такую область. Зеленая область, если вы хоть чуть-чуть коснетесь какой-то линии. Вот смотрите, видите, я захватила три линии в зеленой области. Значит, они у меня будут выделены. И я могу их удалить. То есть, если вы захватываете, идете с правой стороны, ведете курсор захвата, он захватывает зеленой областью и выделяет линию, даже если она частично попадает в это поле. Теперь ее можно удалить. Опять делитом. И видите, вот такой вот момент удаления. Если вы ведете, и у вас получается с левой стороны курсор, и у вас получается фиолетовая область, то она не работает так. Она захватывает только элементы, которые полностью при построении, вернее, полностью эта линия попадает в ваш объект. Вот в данном случае попадут линии, которые углом расположены. Вот так. Видите? То есть, частично попавшие линии в фиолетовую область, они не выделяются. Так, опять делит я удалила. И для того, чтобы удалить полностью все, я выделю наши объекты, они мне не нужны, и удалю таким вот образом. Хорошо. Теперь опять беру линию. Мне надо начертить прямые линии. Прямой квадрат. Но прямой квадрат вот таким предыдущим образом начертить я не могу. В принципе, можно, но будем долго мучиться. Пока что я не дала команду. Я только сделала направление, дала линии. Вверху, вы видите, написан размер. Это голубое. То есть, длина линии, которую я провела, голубым цветом. А в левой стороне у меня пишется следующая точка. То есть, моя подсказка. И еще пишется нолик. То есть, это говорит о том, что я не повернула ни на один градус. То есть, линию от горизонтали не отвела. Я на эти привязки не смотрю никогда. Потому что я работаю с инструментом орто. Вот я опустила линию. Видите, появилось 8 градусов. 22 градуса. Если я включу инструмент орто в области управления. То есть, утоплю этот блок. У меня линия будет рисоваться. Или вниз, или вправо, влево. Ну, то есть, только по горизонталям или по вертикалям. Очень удобная вещь. Хорошо. Для того, чтобы нарисовать, я делаю движение в щелчок. Как видите, в синем окне. Не в голубом. В голубом всегда только отображение размера линии. А в синем есть орто, есть размер линии. И есть градус, поворот, угол, на который я повернула. Правая кнопка мыши. Enter. Можно так, можно так. Хорошо. То есть, мы уже поняли, что для того, чтобы начертить правильный квадрат, нам нужно орто. Теперь я удаляю. Могу отменой действий. То есть, я нажимаю Ctrl Z. Убрала. Сейчас хочу начертить квадрат 4,5 дюйма. Но мне неудобно работать с дюймами, поэтому я перевожу в сантиметры. Программа настроена на сантиметры. Получается, это 11 сантиметров 4 миллиметра. Опять же, неудобство составляет в том, чтобы ставить точки, потому что программа запятую не понимает. Она понимает только точку. Поэтому я буду работать с полным размером в миллиметрах. 114 миллиметров. Беру опять линию. Ставлю точку. Введу курсор. Включаю орто. И ввожу на клавиатуре 114. Видите, программа уже мне показала 114. Теперь я, не двигая мышки, ставлю Enter. Вернее, делаю Enter. На клавиатуре делаю. Нажимаю, естественно. 114, Enter. 114, Enter. Теперь вверх. Вверх можно набрать опять же. Ну, вы видите, привязка, соединяя вот с верхней линией, с верхней, с первой точкой. У меня на моих подсказках написано 114, контрольная точка и угол 90 градусов. То есть я попала туда, куда я хотела. Теперь опять щелчок мышкой и Enter. Замечательно. Мой квадрат построен. Приближение и удаление нашего построения можно делать с помощью колесика. Что дальше? Дальше я хочу скопировать мой квадратик. В линеечку поставить 13 квадратов. Выделяю. Беру. Теперь уже инструмент копировать. Видите? Опять левая кнопка мышка. Так как я буду копировать там, в правую сторону, беру левую привязку. Для того, чтобы начать копировать, надо знать, с какой точки мы будем копировать. Вот с этой точки, точкой привязки я нажимаю опять кнопку левую мыши и я взяла уже скопировала мое построение и могу его скопировать вниз, вправо, влево, только по осям координат. Но если я уберу орто, могу поставить его в любое место. Включаю орто. Ставлю рядышком, да? Как видите, получился один, два, три, четыре, пять, четыре, семь, восемь. Привязки нас хорошо, четко ставим по месту. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, восемь, восемь, тринадцать. Все. Построение мое закончено. Мне больше не надо копировать, поэтому я нажимаю Enter. У меня 13 квадратиков готово. Теперь я хочу скопировать вниз. Выделяю построение наше и хочу скопировать его вниз. Инструмент копирования. Построение захватываю верхнюю точку и копирую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать. Энтер. Построение закончено. Эскиз для работы над проектом Дорогая Джейн создан. Теперь я должна сохранить наш файл. Вхожу в меню файлы. Сохранить как. Можно пользоваться таким образом. Через выпадающее меню можно пользоваться на клавиатуре. Ctrl, Shift и С. У вас рядышком с каждым инструментом, с которым сотрудничает клавиатура, есть бухты, которые нужно применять при данной команде. Так. Сохраняю и буду на рабочий стол. Скучу сохранить. Чертеж можно переименовать. В данный момент я пишу Дорогая Джейн и сохраняю. После этого можно программу закрыть. Сегодня я познакомила вас с интерфейсом программы AutoCAD, с простыми действиями линии и действия копирования, также с инструментом ORTO. Построение было очень примитивное. В следующий раз немножко сложнее будет задача. Всего вам доброго. До следующей встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok